Как растворить камни в желчном пузыре и печени без операции? Если у вас есть камни в желчном пузыре, но вас еще не повезли на операционный стол с приступом острого холецистита или холонгита вследствие внезапных подвижек острых камней по желчному протоку, если нет у вас угрозы жизни от последствий данных воспалений, то знайте, что есть способ как избавиться от камней в желчном пузыре безоперационно. Врачи говорят, что никаких эффективных методов, кроме удаления камней вместе с самим желчным пузырем, нет. Но это глупости, я вам сейчас это докажу. Сейчас я дам вам несколько ценных практических советов, которые на 100% точно помогут растворить камни. Вначале я в двух словах расскажу вам о причинах и факторах образования камней, расскажу о природных и безопасных методах их растворения, поясню упражнения, дам вам иные рекомендации, применяя которые вы избавитесь от камней и не только в желчном пузыре, но и в печени, и в почках. Знаете, безоперационный метод, без хирургического удаления возможен. Камни можно растворить. И после моих старых лекций, которые были опубликованы много лет назад, сотни и тысячи людей уже растворили свои камни, даже в страшно запущенных случаях, в которые поверить сложно, даже мне самому. Вот показательное письмо. А затем я расскажу вам все кратко и полно, о чем только что обещал. Итак, письмо одной зрительницы. Уважаемый Юрий Андреевич, я выражаю вам глубокую благодарность от души за то, что более 30 лет мой желчный пузырь был переполнен камнями, которые уже были обросшие даже монолитом. Доктора говорили, что в пузыре нет уже никакой желчи и пузырь скоро просто лопнет. Ну, конечно, они знают единственный способ лечения – резать. Резать я никогда не собиралась. Чувствовала, что от камней избавлюсь иначе. Так и случилось. По вашим рекомендациям, пила медовую воду. Рассасывались долго, а врачи, ну, мне просто смешно. Увидя мой чистый желчный пузырь, мне неоднократно говорили, что камни в желчном пузыре не рассасываются. И точка. Я им говорю, посмотрите в мою медицинскую карточку, как там обстояли дела два года тому назад с этим бедным пузырем. Убедившись, что я не фантазирую, доктора сразу же огораживались от меня стеной молчания. Начинают что-то писать и меня больше не замечают. Они чувствуют так, как будто я их оскорбила до смерти. И ни один медик, кроме моего терапевта, не спросил, как я это сделала. Они чувствуют себя обиженными, оскорбленными до такой степени, что даже любопытство не берет вверх. Ну и никак не вытерпел бы, не спросив. За это я вам очень благодарна. Также спасибо за все знания и вам и другим моим гуру, так как я вылечила не только желчный пузырь, а и все остальные мои болезни, гипертонию за неделю, подагру, лишний вес, холестерин. Мне 58 лет, а в настоящее время у меня нету никакой болезни. Много энергии, очень хорошее настроение и превосходное самочувствие. За все вам спасибо. Полагаю, дорогие друзья, что нет смысла после такого случая приводить иные примеры. Сэкономим время. Как пить медовую воду? Расскажу вам чуть далее. Да, очень важный момент, хочу сказать. Я настоятельно вам рекомендую подписаться на мой данный вот этот канал. Кто еще не подписался, и не забыть нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, очень важные видео, которые периодически выходят. Ну а нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео на вашу почту. И уже не забудете посмотреть те видео, которые будут вам интересны. Также я прошу поделиться моими видео, если вы сочтете это необходимым. Если они вам понравятся, вы поймете, что для людей они важны. С друзьями, знакомыми, родственниками. Подпишитесь на мои также сайты по здоровью и на сайт по продуктам надгар.ру, если сочтете это нужным. Пара слов о медицинских методах. А есть ли методы ликвидации камней медицинские, но кроме хирургических, в том числе лапароскопических, хирургических операций? Да, есть. Конечно, вы слышали о разрушении камней ультразвуком с дальнейшим растворением песка, специальными препаратами, о которых я расскажу ниже, но у этого метода тоже есть ряд недостатков, в том числе от резонансного воздействия на окружающие ткани и клетки организма. Есть метод химического растворения камней через введение особых препаратов посредством специальной трубочки через рот прямо до желчного пузыря, с проходом из 12-перстной кишки в общий желчный проток до самого желчного пузыря. Но тут нужен хороший доктор с золотыми руками, и эти растворители небезопасны. В общем, большие сложности и риски. Есть препараты, которые растворяют камни. Они выпускаются и продаются даже в аптеках с разными названиями. Можете там и спросить, какие. Но реально действующее вещество всегда там одно и то же. Это урсодезоксихолевая кислота. Если этого вещества в препарате нет, не приобретайте. Такие препараты применяются перед сном, но растворяют они только песок или мелкие камни до 5 мм. Но если камни старые, их много, если они крупные, если ваши камни видны на рентгене, то, скорее всего, они, такие камни, не растворятся. А если камни мелкие, одиночные, если они не видны на рентгене, то такие камни от этих препаратов растворятся. Не стоит применять эти препараты, если камни себя проявляют болями и они подвижны. Принимать надо курсами от 6 месяцев до года. Дозировки указываются на упаковках, но если вы не измените своего питания, образ жизни кардинально, то есть не устраните предпосылки к образованию камней, тогда камни проявятся вновь, а не образуются вновь, а как иначе? Надо устранять всегда причины образования камней. Вот две главные причины образования камней. Первая причина – это нарушение состава желчи. Нарушение состава желчи происходит за счет увеличения количества и изменения качества холестерина в организме. Из-за простейших микроорганизмов, особенно лямбли. Итак, холестерин – это животный жир. Извне его животный жир в организм человека не нужно вовсе получать, то есть из пищи. Печень наша сама способна производить за сутки разного холестерина больше во много раз, чем его необходимо для нашего же организма. Бывает, что после перенесенных отравлений, паразитарных инвазий, систематического и большого количества употребления клееобразной пищи, вроде хлебобулочных изделий, молока, творога, сыра, ну и других причин, печень со временем начинает работать хуже. Из-за этого сбоя, из-за органических изменений, в том числе, и нарушается переработка и синтез холестерина печенью. И как одно из следствий таких нарушений – желчь загущается. Меняется ее состав и образуются камни. Палямбли – вот это одна из главных причин камня образования. Смотрите мое видео о паразитах обязательно, чтобы все самим знать. Аналогия с камнями в почках, кстати, здесь уместна. В них камни часто образуются из-за уреоплазмы. Но лямблии, строго говоря, это не паразиты. Паразиты ведь это глисты, гельминты, то есть плоские, ленточные, круглые паразитические черви. А лямблии, дорогие друзья, это паразитарные, простейшие одноклеточные организмы. Давайте будем грамотными. От них нужна серьезная терапия. А вот как пройти комплексную антипаразитарную программу, которую в любом случае нужно проходить любому человеку два раза в год, вы узнаете из моей лекции «Гриб-лисичка». Смотрите это видео непременно. И все то, что дано мною под видео, в описании к тому видео. Такая программа удалит всех лямблей из организма однозначно, а заодно и паразитов. Это крайне важно. Вторая причина образования желчных камней – это нарушение сокращения желчного пузыря. Так вот это нарушение сокращения желчного пузыря приводит к образованию камней. А это что? Это спазмы мышц, а именно спазмы мышц брюшной полости и пережатие ими, спазмированными мышцами, желчного протока и самого желчного пузыря. Вот вам и застой желчи. Эти спазмы происходят в основном из-за стрессов. Нарушение сокращения желчного пузыря происходит из-за отсутствия движений мышц в области живота. Талии, поясницы – это у кого талия вообще есть, а у кого нет, рекомендую сделать все, чтобы она появилась. Она должна быть у каждого, поверьте. Нельзя быть здоровым человеком без поклонов до земли. Так всегда было. Раньше это был физический труд на земле. Теперь это трудозаменитель в виде различных упражнений. Ну что делать? Помните, если пища поступает в организм 5-6 раз в день, то и сокращение желчного пузыря происходит регулярно. Питание делайте дробное, небольшими порциями и частое. Это временный совет для людей, у кого есть в данный момент камни в желчном пузыре. И не применяйте длительные голодания, пока камни не рассосались. Обязательно посмотрите мою лекцию «Печень желчной пузыри под желудочной железой». Там вы найдете более детальное описание причин образования камней. К вам придет понимание процессов, явлений и взаимных следствий, которые приводят к образованию камней. Вы узнаете о профилактике и подробно поймете данную тему в целом, что крайне важно. Есть факторы образования камней, на которые, по мнению врачей, мы повлиять не можем. И те, на которые можем повлиять, разберем их. Все факторы, на которые мы якобы не можем повлиять, по мнению врачей, вот это глупость. К ним медики относят три группы факторов. Первое. Это любимая и такая страшная пугалка, как наследственность. А наследственность данного заболевания, в кавычках берем это выражение, это на самом деле привычка питания в семье, передающаяся от родителей к детям. Так и передаются заболевания, которые вызываются таким же, как и у родителей, неправильным питанием и образом жизни. Вот вам и наследственность. Вторая причина. Возраст. Возраст – это не последствия и не причина болезни, а это срок развития болезни. И не более того, если есть сбой в программе здоровья, вызванный факторами, на которые можно было повлиять в более молодом возрасте и не запускать, не лениться, то не сам возраст причин, а долгое время бездействия, когда болезнь развивалась, если были к этому развитию предпосылки. А болезни рано или поздно всегда проявляются в открытую, явную, крайнюю форму. Если же нет предпосылок, то и болезни нет и не может быть. Но есть люди, которые умирали в 110-150 лет, у меня есть плейлист на моем канале про долгожителей. Конечно, были такие люди. Были и без камней, и иных явных болезней. Третье. Гормоны женские и беременность. Так вот, гормоны женщин и беременность при адекватном, я подчеркиваю, питании, человеческом, питании, образе жизни, не влияют вообще. И это логично, и с точки зрения, как говорится, логики и диалектики, так как организм работает по программе свыше. А эта программа всегда идеальна и рассчитана на здоровье и жизнь, а не на болезнь и смерть. Только мы своей жизнью, свободой, выборой, волей убираем, убиваем эту жизненную программу, сокращаем тем самым свой срок жизни. Ведь всему же есть предел и глупости, и лени человеческой, и последствиям от этих проявлений. Так вот, а вот факторы, на которые мы действительно можем повлиять, и тут медики верно говорят, это питание и движение. Так вот, жирная, жареная пища, сладкая, синтетическая сладкая и мучное, это зло для желчного пузыря и нашей биохимии организма в целом. Физическая активность, это и предотвращение застоя желчи желчного пузыря, как и любых иных сред в организме. Если не трудно земле, то уж хотя бы велосипеды, наклоны, шведская стенка, иные тренировки пресса. Перегибы желчного пузыря исправляются, кстати, профессиональными висцеральными массажистами. Если вы едите жиры, только не трансжиры, и я не рекомендую есть насыщенные животные жиры, то ешьте с этой пищей вместе в тех же, скажем, салатах с маслом, авокадо, орехами и иной жирной пищей чеснок. Непременно ешьте чеснок. И помните, что на Руси всегда и много ели чеснока, и делали это верно. Чеснок самое сильное на планете желчегонное средство. А вот такие травы, как пижма, полынь, чистотил, тоже оказывают мощное желчегонное действие, которое помогает гнать желчь при перегибах, дискинезии и хроническом холецистите. Гоните обязательно желчь, двигайтесь активно, питайтесь человеческой живой пищей, тогда застой желчи и быть не может, а значит и камнеобразование. Какая пища для человека естественная и видовая? Что такое живая пища? Смотрите, если вы еще не смотрели в моей лекции «Девять причин болезней». Помните, что желчный пузырь – это мешочек для хранения желчи, которую синтезирует печень. Желчь нужна для эмульгирования жиров, то есть желчь участвует в жировом обмене веществ. А что еще гонит желчь? Сорбит. Если вы не хотите или не можете использовать травы и грибные препараты, такие как лисички и трутовик лиственничный, то можете использовать метод с сорбитом. В СССР так делали, например, процедура тюбажа с сорбитом. Это вполне доступно и допустимо при дискинезии и для стимуляции работы желчного протока. Если только нет камней в желчном пузыре размером от 5 до 7 мм. Почему? А я это подробно поясняю в лекции по печени, желчному пузырю и поджелудочной железе. Процедуры по морицу, кстати, кто знает, допустимы, если нет острых воспалительных процессов в печени и желчном пузыре в данный момент. Медовая вода. Дождались. Так вот, берете 2 чайные ложки качественного биоэкологического меда. Желательно дикого, лучше перезимовавшего в улей в колоде с пчелами. И быстро растворяете его во рту, запивая водой. Как бы взбивая во рту с водой языком. Запивать таким образом нужно в общей сложности полутора-двумя стаканами воды. Эту процедуру нужно сделать быстро, примерно минут за пять. Лучше запивать водой с отрицательным ОВП водородной водой. С температурой 30-40 градусов. И это нужно делать один раз в день, утром, до еды, до питья. То есть натощак. Что за механизм растворения камней лежит в этой процедуре, в основе этой процедуры, я поясняю в лекции, которую уже отрекомендовал вам выше. Поверьте, я не просто так советую смотреть те или иные мои лекции. Как долго пить медовую воду, это зависит от типов камней, их размера и других факторов. Ну, от трех-четырех месяцев до года и чуть более в сложных ситуациях. Ускорить этот процесс можно соком черной редьки. Выжимаете черную редьку и до еды минут за 30-40 по 2-3 столовых ложки два раза в день пить. Ну, а начав первый месяц с одной столовой ложки один раз в день. Теперь упражнение. Вот эти процедуры и все иные рекомендации обязательно совмещайте между собой. Они усилят друг друга и сам эффект избавления от камней сделают более сильным. На правой руке массируйте два средних пальца, третий и четвертый палец. По центру внешней, тыльной стороне этих двух пальцев идет меридиан желчного пузыря и протока. Проводите от ногтя к основанию этих пальцев плавными движениями двух пальцев другой руки. Можно массировать и по одному пальцу, а не два сразу. Тогда массируйте по одному пальцу примерно по 50-60 движений на каждый палец. Можно сразу, оба кому так удобнее. Таких подходов нужно делать в день 2-3. Более того, после каждого стресса, если он был, дополнительно делайте обязательно. Таким образом вы будете стимулировать расслабление желчного пузыря и желчеводящих путей. Такой массаж быстро станет привычным и не доставит труда. Стоит применять его совместно с приемом медовой воды, висцеральными массажами, то есть массажами внутренних органов, корректировками в питании и увеличением физической активности, особенно в области живота. Потребление водородной, активной воды с отрицательным ОВП, то есть окислительным восстановительным потенциалом, усилит и ускорит результативность в несколько раз. Посмотрите хотя бы это видео «Чудо-вода творит чудеса». А у кого от словосочетания водородного вода такие люди есть, злоба и протест от собственной глупости на самом деле, то читайте вот эту книгу Гарбузова, доктора Гарбузова «Ион водорода лечит рак». Или смотрите мои видео на эту тему, ссылки будут в описании. Помимо правильного питания, активного образа жизни, растворения камней медовой водой или препаратами, или совместно, о которых я говорил выше, очень желательно делать упражнения, которые позволят снять застойные явления, убрать спазмы, которые и приводят к застойным процессам и камнеобразованию. Помните, спазм – это застой, застой – это воспаление, застой желчи – это всегда образование камней. Как убрать стрессы? Смотрите мою лекцию «Как быстро убрать стресс без последствий для организма». Обязательно учтите мои советы. Боль всегда показатель застоя и воспаления. Боль ушла, значит, произошло расслабление тканей. Нож может временно помочь, и это допустимо, но я рекомендую следующее упражнение – массаж. Где болит, надо массировать. Через массаж и преодоление боли происходит снятие спазма мышц и застойных явлений. Этим и занимается висцеральное направление в искусстве и науке массажа. Изначально стоит обратиться к специалисту. Прийти со своим диагнозом, снимками и висцеральный массажист сможет показать и научить вас в дальнейшем правильному самомассажу. Общие правила такие – массировать там, где болит и где чувствуется напряжение мышц до ликвидации напряжения мышц. Расслабить спазмированные мышцы можно и нужно, еще и нормализуя дыхание. Как это сделать, я поясняю в своей лекции «Гипертония. Часть 2». И там же я рассказываю о седативных препаратах, которые снимают спазмы мышц, например, по методу Академика Ланга. Дорогие друзья, обязательно еще посмотрите мою лекцию «Дисбактериоз. Полную версию». Там вы узнаете и о проростках, и о уникальных продуктах, и методах по оздоровлению. Дам вам еще один важный совет. Не спите на спине. Ну, кто подвержен болезням желчного пузыря, по крайней мере, и печени. Почему? Потому что тогда будет застой желчи. Спите всегда на животе. Тогда желчь будет легче стекать в проток и по протоку. В крайнем случае переворачивайтесь с бок и на бок, а потом опять на живот. Вот вам еще список лучших желчегонных трав. Ну, например, такие как, понятное дело, полынь, корень одуванчика, изумительно, шиповник, ромашка, пижма, календулы, листья березы, тысячелистник, бессмертник, кукурузные рыльца, листья мяты, кориандра, расторопша, корень аира, чистотел, лаванда, матемачиха, дымянка и барбарис. Так вот, перечисленные желчегонные травы можно использовать при дискинезе, лемблиозе, перегибе желчного пузыря, холецистите и прочих проблемах желчного пузыря и печени. Есть очень хорошие комбинации. Например, ромашку и шиповник можно применять даже при желчекаменной болезни, так как эти растения отличаются очень мягким действием и не могут спровоцировать желчную колику. Эти, перечисленные выше мною, желчегонные травы используют даже для детей и при беременности. А вот пижма, чистотел, полынь оказывают очень мощное желчегонное действие, я уже об этом говорил, которое поможет гнать желчь при перегибах, дискинезе и хроническом холецистите. Потому эти травы, наряду с грибными препаратами, входят в нашу комплексную антипаразитарную программу, с которой и надо начинать очищение организма и любое лечение. Если только, конечно, нет показаний к немедленным действиям при каких-то неотлагательных особых серьезных заболеваниях. Чтобы вы не спрашивали, а где же купить уже готовые препараты, как это всегда делают многие под каждым видео, антипаразитарную, хороший сбор, экстракт трав для регенерации печени. Сразу сообщу, что у нас есть самые лучшие проверенные комплексы и препараты. Вы всегда можете сделать свободный выбор, или собрать самому, купить где-то, где захотите, или приобрести у нас на сайте nadgar.ru. Кстати, вся прибыль от продаж наших продуктов и товаров идет на социальный проект «Создание лесного заповедника». Вот это видео, кому интересно посмотреть. Дорогие друзья, у меня есть еще инфопродукт, который я рекомендую по болезням печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Это большой, крупный инфопродукт, в котором даны методики, готовые методики лечения тех или иных болезней. Вот он, можете приобрести его по ссылочке, опять-таки же, под видео. Обязательно смотрите лекции, которые я сейчас рекомендовал в этом видео. И выписывайте методички, методики лечения и иные мои рекомендации в процессе просмотра, ставя на паузы. Тогда у вас будет слаженная, комплексная система такого идеального лечения и идеальной профилактики. Под этим видео, которое вы сейчас смотрите, нажмите слово «Еще». И откроются ссылки на видео, которое я рекомендовал. Если данное видео вам понравилось, а я не могу представить, как может не понравиться, не быть полезным, ну не поленитесь тогда поставить лайк. Перешлите ссылку на это видео своим близким и знакомым, разместите в соцсетях тем самым. Вы и людям поможете информацией, и развитию моего канала тоже поспособствуете, за что я вам буду благодарен. Если захотите провести индивидуальную консультацию, смотрите под этим видео тоже, по ссылкам. Как это можно сделать. Прочтите, как на нее записаться. Будьте здоровы и до новых встреч у меня на канале.